теперь давайте рассмотрим что такое типы данных javascript вот здесь у вас есть определение что такое типы данных это значение с характерными только для них параметрами свойствами условно все значения которые мы можем получать разбили на какие-то группы по каким-то родственным характеристикам и назвали это типы данных с некоторыми из них мы уже сталкивались и не раз например строковые или символные значение это string у нас это текстовые символы которые мы писали то есть по большому счету любое цифровое значение либо текстовые заключенные двойные либо динарные кавычки становится строковым текстовым также мы уже работали конечно с числовыми значениями это number то есть любое число положительное отрицательное гробное становится у нас типом данных number также мы работали с логическими величинами true и false ложь и правда это у нас тип данных называется буллин буллин в честь английского математика джорджа буллин создавшего алгебру для логических величин также мы сталкивались уже с объектами тип объект это массивы к этим типом данных относятся также вы уже могли написав какие-то неправильные неточности в коде получить тип данных undefined то есть неопределенным если вы задаете переменную ничего в ней не указываете то она не определена то есть в ней нет никакого значения определенного то есть этот тип данных у нас undefined неопределенный отдельным типом данных вынесено 0 то есть это отсутствие значения дальше можно выделить еще функции это тип данных который стоит по отдельным типом с ним мы будем работать попозже дальше у нас остался тип данных это символ с этим типом данных мы тоже не сталкивались потом мы ему еще вернемся и весь этот список можно разделить на примитивные и непримитивные то есть наиболее простые относятся к примитивным а более сложные это такие как и функции объект можно выделить как непримитивные синим вот здесь показан тип данных чтобы определить этот тип вывести на экран четко является этот объект одним либо вторым типом существует оператор type of то есть давайте попробуем с помощью этого оператора определить какие данные являются одним из шестих вот этих типов последний документ который мы делали был у нас 19 давайте его пересохраните им с именем 20 здесь поменяем соответственно тайтл на 20 здесь у нас уже вот в этом документе есть несколько типов данных давайте два оставим типа данных то есть у нас здесь есть видите числовое значение это number числовой тип данных и есть массив тип данных объект и давайте вот в этой же последовательности сверху вниз выведем все эти типы данных посмотрим как они у нас определяются то есть первый тип данных то у нас строковый поэтому его нужно создать то есть мы создаем переменную в которой будет храниться тип данных строковый то есть у нас я буду а и дальше будет порядковый номер 1 у нас будет а 0 здесь двойных кавычках строковая величина у нас пишутся напишем здравствуйте пишем . запятой в конце дальше типа данных у нас идет числовой вот у нас он здесь ты был давайте назовем а один у нас здесь давайте напишем маленькие комментарии это у нас string дальше у нас идет номер дальше у нас если следовать этому списку идет буллин буллин как вы помните у нас два значения true и false правда и ложь у нас уже будет а2 здесь соответственно пишем true здесь единственно что давайте вместо единицы напишем какое-то другое число примеру 456 единица просто у нас true это тоже единица так что не путаться дальше у нас тип объект идет здесь мы можем вставить наш массив и назовем его а3 дальше у нас идет объект который указывает на отсутствие какого-либо значения это 0 и пишем здесь а4 и здесь ставим соответственно 0 дальше у нас идет объект неопределенный undefined его можно задать просто задав переменную не указывая что они находятся то есть опять мы зададим дальше у нас идет функция 6 объект здесь мы напишем функция функция имеет имя и и дальше правило идут круглые скобки а потом идут у нас фигурные скобки и остался седьмой тип нашем списке это символ теперь давайте ниже используя оператор type of вы видим это на экран чтобы увидеть физически что у нас вот эти значения принимают соответствующие слова для этого мы оператор type of положим переменную а потом документ write выведет на экран пишем первый элемент у нас будет b0 и так дальше до 7 и он у нас будет обрабатывать первую переменную то 0 и и дальше то же самое проделаем с остальными b1 a2 напишите это вот таким образом как я написал дальше используя документ write это выведем на экран здесь мы подставим все переменные я буду чередовать брами чтобы это было с новой строки вот так вот тоже напишите соответствующий код здесь конечно можно было писать по правилам перед каждой переменной var объявлять переменную но оно и так работает так же как и в конце здесь можно было писать точку запятой но оно и так работает вот оно у нас выводится на экран вот оно у нас выводится на экран стринг строковый как вы видите a2 это boolean правда либо ложь дальше идет объект это у нас массив элементов вот он объект дальше идет обратно объект это у нас 0 то есть отсутствие значения то есть на самом деле оператор определяет его как объект дальше у нас идет a5 значение это неопределенные значения вот он у нас и выводится неопределенные дальше идет функция как вы видите a6 и a7 это символ вы видите что есть разные типы данных мы уже пробовали суммировать строковые значения с числовыми и в зависимости от кавычек положения одни типы данных преобразуются в другие здесь вам надо понять что они существуют что они разные и у разных объектов разных типов данных есть разные свойства методы и они могут преобразовываться некоторые в друг друга пишите соответствующий код выведите на экран соответственно вот эти вот значения и переходите к следующему уроку жду вас в следующем уроке